Попал в историю! Эхо Москвы! Всё так! Здравствуйте! В эфире программа «Всё так!» Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер! Здравствуйте! И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о франкской королеве Фредди Гонде. Я долго пытался понять, куда её поместить. Я вам скажу так. Она жила во время Юстиниана. Прошло только 78 лет со дня падения Западной Римской империи. И умерла она, когда Августин Великий отправился в Великобританию. Вот приблизительно так. Концепт, конечно, более чем сложный. Любопытно, что французские историки не очень любят эту страницу своей, скорее, предыстории. Потому что она безмерно кровавая. Безмерно страшная. Я бы сказал так. Наша героиня Фредди Гонда – героиня междоусобицы в королевстве франков эпохи поздних мировингов. Первая династия франкских королей германских после падения Западной Римской империи. Это раннее Средневековье, где произошёл синтез соединения римских институтов, традиций с германскими. Такими ещё достаточно родоплеменными. И кровная месть здесь главная тема. Внуки Хлодвига, первого правителя франков. Это, в общем-то, был юноша. Сначала до него был некий легендарный Меровей. Это легенда. Как бы сын земной женщины и морского чудовища. Так считали. Похоже. Соленчатых. Да. Чудовище там занежено. Совершенно с вами согласен. Затем Хильдерик, первый такой полулегендарный. И Хлодвиг, который принял христианство. Который крестил, вот как Владимир у нас, только задолго до. Это самое главное. За 500 лет до. В 486 году. За 500 лет до Владимира. Он просто стал королём. Его, по их традиции, подняли над собой воины. Всё. Это достаточно. На щитах. Ты король, да. Ты король. А после этого он, как юноша очень деловитый, правильно выбравший ортодоксальную веру, ортодоксальный вариант христианства, это ему пошло на пользу, потому что сразу церковные прилаты стали опорой союзниками. Мы это увидим. Многие из них союзники. Он разослал сразу гонцов во все концы, чтобы убить ближайших родственников. Чтобы не было распри. Вот так они и жили, эти мировинги, которые закончат своё правление, на смену им придут новая династия по имени Карла Великого Каролинги, до середины восьмого века. Так они и будут жить, непрерывно делясь друг с другом, занимаясь кровной местью. И наш персонаж, наша героиня Фредегонда здесь, среди первых лиц. Кроме того, я бы сказала, что эта женская фигура составлена, вот это уже моя собственная формулировка, из дикой смеси одичавшего Рима, поздний Рим, но это же ужасные фигуры, там, мать Нерона, Агриппина, старшие, это же страшные люди. Рядом с нашей героиней сегодняшние они белые овечки. Ну, не совсем. И всё-таки это смесь одичавшего Рима и яркого германского варварства, которое ещё вполне цветущее. Это ранний образец безумного по-женски властолюбия. Властолюбие – общечеловеческое свойство, особенно в те былые эпохи. А вот женское, оно отличается каким-то особым безумием подчас, слегка присыпанным чудолюбием. Вот это, допустим, Агриппина младше, это 15-59 годы новой эры, и Екатерина Медичи в 16 веке. Вот это женское властолюбие с особой жестокостью, скажем так. Её колорит обеспечил ей место в последующих произведениях литературы, эпоса, какие-то отзвуки есть. Опера Фредегонга. Да, несколько опер, драматические спектакли. Есть даже астероид, названный Фредегонгой. О, Господи. Открыт в 1909 году. В силу какой-то тогдашней наивности дали этому астероиду такое имя. Что почитать? Любопытно. Дело в том, что есть опубликованный, переведённый на русский язык, главный источник, главное повествование об этом времени, замечательного писателя, который впитал ещё римские традиции, но жил в это дикое время, «Епископ Тура» Григорий Турский, «История Франков». Чуть не стал жертвой этой девушки. Близко-близко было. От рождения он Георгий Флоренций, а позже принял имя Григория. Из знатной галоринской семьи, образован в Оверни, в самом сердце будущей Франции, получил в 573-м епископство Турское от одного из королей, дравшихся тогда Сегиберта. «История Франков» написана по-латыни, это 10 книг, доводит содержание до 591-го года, самый конец уже 6-го века. Он использовал Григорий Турский источники, которые до нас не дошли, и потому ценен. Издан по-русски, можно найти эту книгу и почитать. А главное, на русский язык переведена книга удивительного французского историка и писателя 19-го века, Агюстена Тири. Называется «Рассказы из времен мировингов». Это чудо! Этот парализованный и ослепший человек, Агюстен Тири, диктовал своим ученикам, потому что знал практически наизусть Григория Турского, но, как говорится, адаптированно... Переложил. Да, Переложение Григория Турского. Но в литературе я не буду специальной статьей, они длинные называются. Назову одну книгу. Брюно Домизиль, это французская книга, монография. Королева Брунгильда, перевод с французского, Санкт-Петербург, 2012 год. И, наконец, чудесно, и всегда наша научная библиотека РГГУ найдет что-то удивительное. Да надо отыскать журнал, журнал называется «Мир музея», шестой номер за 2006 год. Статья «Возвращение королевы мировингов» о картине французского автора Лоуренса Альма Тадемы, XIX века, Фредегонда Оадра, епископа Претекстата, одной из жертв. Картина мало кто знает, что она имеется у нас, что она имеется в музее Пушкина изобразительных искусств, картина 1864 года. Она не попала каким-то образом в нужные каталоги. И вот эта статья рассказывает и иллюстрация, журнал «Мир музея». Она, XIX век ее так видит, она не раскаивается в злодеяниях, она и совпадает ее поза, выражение лица с тем, что пишет Григорий Турский, как ее предает проклятию умирающей очередная ее жертва. Вот такая у нас, как вы скажете, девочка. Я так и знала, что вы непременно скажете про девочку. А девочка родилась приблизительно в 545 году. Точных дат мы не знаем. А вот точно, никто не сомневается, что она низкого происхождения. Это важно. Для вот этого безумного властолюбия это особенно важно. Знаменитая из грязи в князе, лучше не скажешь, она из незнатного франкского семейства. Их две версии. То ли была служанкой, или даже из сервов. То есть почти рабыня. Да, почти рабыня. У германцев было патриархальное рабство. То есть самого низкого происхождения. Ее первые шаги к власти, ее путь наверх, в ранге наложницы короля Нейстрии. Что такое Нейстрия? Все земли, занятые пришедшими с побережья Северных морей, из-за Рейна. Германские племена расселились на территории бывшей Галии и рядом. И вот Нейстрия, это область, где преобладало галоримское население, Аквитания, Юго-Запад, позднеантичные отношения были мощными. То есть все смешалось в эту страшную эпоху. И Австразия, где будет ее соперница Брунгильда, северо-восток, там больше сохранилось франской самобытности. Вот вокруг этих районов, областей и городских центров развиваются события. Значит, у нас служанка. Служанка. Первые шаги к власти, путь наверх, проверенный веками. Она наложница короля Нейстрии. Хельпелька I, про которого будет очень много звучать в нашем рассказе. Он реально правил Нейстрией. Вот очень важной частью германских территорий, их расселения. Она придумала интригу. Образования нет, а изворотливый ум невероятный. Придумала такую глупейшую интригу, что попросила королеву, законную жену Хельпелька. Многоженство у них было в заводе. Сколько не говорили им те же епископы, что жена... Они же христиане. Да, они же приняли христианство. Жена бывает только одна. Брак бывает на небесах. Они говорят, слышу, слышу, все хорошо. Я ее просто отправлю в монастырь и возьму другую, и опять будет одна. То есть, убедить перевоспитать их было нельзя. В тот момент у Хельпелька была жена Авдовера. И эта интриганка-служанка уговорила Авдоверу подержать собственную дочь, рожденную только что, укупели. А вот церковь христианская говорила, что это грех. Боже мой. Они грешили направо и налево. Грех в смысле, она не может быть как даже мой. Она становится как бы родственницей. Да, как кумой. Кумой. Кумой, да. Потому что крещение, такое же родство, приравнивается к ровному. И вот ее подтолкнули. Вот, мол, некому больше держать ребеночка. И это предлог, который эта интриганка ловко использует. А Хельпелик и рад. Он грешит направо и налево. Но тут он говорит, ах, так. И отправил согрешившую Авдоверу в монастырь. Согрешив тем, что она поддержала ребенка этой нашей девушки. Другие грехи его не смущали. Это настоящая придворная интрига. И Фредегонда уверена, сейчас он на ней женится. Нет. Нет. Он женился на Визгодской принцессе. Тоже непростой Хельпелик. Я не представляю себе физиономию интриганки Фредегонда. То есть, она для себя место освобождала. Она освободила. Думала, что наложницы в королевы нет. Но Хельпелик, по словам уже знакомого нам епископа Григория Турского, Нерон и Ирод нашего времени. В одном лице. Хорошая характеристика. Чего французы не любят эти страницы истории. Он избавился от жены, но на хитроумной наложнице не женился. Откуда появилась эта принцесса? Вестготская. Вестготы поселились на Пиренейском полуострове во время Великого переселения народов. Это будущая Испания. Там более цивилизованное королевство Вестготов. Там сильнее традиции цивилизации. Это очень цивилизованный двор. И вот оттуда у брата, родного брата Хельпелика Сегиберта, который был королем Австразии. Другой части Франции. Другой части Франции будущего. Вот Сегиберт женат на Вестготской принцессе. Тоже на Вестготской принцессе. Брунгильде. Брунгильда гораздо более образованная, чем эта наша Фредегонда. Там Вестготская римская традиция. Она утончённая, совсем не такая, как в преданиях и мифах. Нет. И Хельпелик выписывает себе оттуда же, из Толеда, её родную сестру. Это можно. Братья могут жениться на сёстрах. А Галисвинту. Ой, несчастные существа. Это примерно 565 год. Он хочет быть не хуже брата Сегиберта. Породниться с Вестготскими королями. А породниться с Вестготскими королями выгодно. Они достаточно богаты. У неё неплохое преданное. Правда, король Вестготов, Леовигильд, потребовал, и Хельпелик обещал, он всё легко обещал, чтобы Хельпелик сейчас же изгнал наложницу. Никаких наложниц. Ну, понятно. Да, я дочь тебе отдаю. Благородную принцессу. Там ещё, по-моему, в преданном города были отданы. Города ещё будут делить. Ещё будут делить. Итак, Фреде Гонда снова служанка. Вот. Бедная девушка наша. Где озлобляется и озлобляется это Simple Mind существо. Истоки ненависти к Брунгильде. Получается, Брунгильда королева, а я никто. Брунгильда королева у Сегиберды, а её сестра стала у Хельпелик. Вот. У сестры всё хорошо, у всех всё хорошо. Только я несчастная, опять никто, служанка. Но она не падает своим железным духом, который ей дала природа. Она работает над этим вопросом. И работает так успешно, не меньше, чем через год. Она снова абсолютно приближена к Хельпелику. В смысле и духом, и телом. Он приближен настолько, что Хельпелик, ну, видимо, под её влиянием, ну, не сомневаются современники, посылает убийц к жене. К этой молодой девушке. Да, и прекрасная Голесвинта, о которой все говорили, хрупкая, красивая, образованная. Вестготская принцесса. Вестготская принцесса. Задушена слугами. А Хельпелик с утра оплакивает, пришёл, нашёл её в постели, рыдает картинно, заламывает руки. Какое горе! Умерла моя красавица-жена. Есть средневековая миниатюра, где сам Хельпелик её душит. Видимо, настолько все были уверены, и Григорий Турский, и же с ними, что это именно он отдал приказ, что именно его изображали. Я видел эту картинку, это он витраж даже, что он каким-то шарфом, спящую Голесвинту, король в короне, душит. То ли слуги шнурком, то ли даже он. Но в любом случае это он. По научению нашей девочки. Никто не сомневался. Не в том, кто подучил, не в том, кто исполнил. Особенно потому, что он, картинно оплакав Голесвинту, примерно через девять дней женился на Фредегонде. Наконец-то. Она, достиг я высшей власти. Она, наконец-то, королева. Да, она, наконец-то, королева. Да, из первых отслужанок, из наложниц. Королева неистри. Она, конечно. Заметное время. Только уже в седьмом веке. После смерти всех этих персонажей. В 613 году, на некоторое время, при Хлотере II, коротко, а затем смена династии, Каролинги. И будет другая страница истории будущей Франции, будущей Бургундии, фактически независимой. Некоторые части германских земель. Потому, что это вот такие разговоры. Надо напомнить, что, собственно говоря, Хельперик, по научению нашей прекрасной героини, убил сестру королевы Бурнгильды. Сестру, которая является женой его родного брата Сегиберта. То есть, это такое семейное дело образовалось. Глубоко ужасных противоречий, непримиримой ненависти, кровавых столкновений. Но, надо сказать, события, это, значит, примерно 567 года. А девочке всего 20, там, с лишним. Почти ребенок. Вообще, вот эти злосчастные международные браки, во все времена, начиная с раннего Средневековья, и включая времена абсолютизма, они такие трагические, такие страшные, просто пугающие. И все-таки была попытка преодолеть мирно, в артеворечии, урегулировать эту семейную картину. Ну, там война же началась, там Бурнгильда подговорила брата, чтобы он отомстил за ее сестру. В 569 году была попытка урегулироваться, после которой еще хуже. Бурнгильда поклялась отомстить Хильперику, естественно, за смерть своей сестры Голесвинты. И вот начались бесконечные распри. Пытались остановить однажды с помощью общенародного судебного собрания. Такое вече такое, да? Очень интересно, да. Это очень интересно. Это, конечно, сочетание и римских традиций. Все-таки народное собрание, пусть оно стало потом символом, но это практика античной республики. Сенат, совещательный орган, суд избираемый. И германских традиций. Все решаем вместе. И вот они собрали собрание. Инициатор собрания, третий брат, Гунт Рамн, о боже мой, страшное дело. И попробовали принять постановление, постановление этого суда собрания. За убийство, никто не сомневался, что это убийство, Хильперик должен... То есть, то, что она умерла во сне, это уже не рассмотрел, никто не принял. За убийство пишут постановление, Хильперик должен передать сестре убитой Гельсвинтой, в Курмгинде, пять городов. Просто вы это уже упоминали, только чуть-чуть рановато. Извините. Вот это никакие. Пусть они вас извиняют. Это страшные люди. Им надо было дать еще, попроливать кровь немножко. Да, да, да. Пять городов в Аквитании. Значит, за убийство Хильперик должен отдать какие города? Это приданное было. Это было приданное убитой Гельсвинтой. Бордо, Лимош, Кагор, Биарн, Бигор. Это ровно на границе Франции и Испании будущей. То есть, это крупнейшие, торговые, красивейшие, богатые города. Это важнейшие центры торговли, перемещения. Знаете, как они называются? Утренний дар. Как приданное. Утренний дар, как приданное. То есть, отдать приданное, убитой твоей новой женой, той самой жены. И вот, видите, за убийство... Вера. Плата в России. А в России тоже русская правда. Это варуство. Это раннее средневековье. Ответ Хильперика был прост. Он занял тоже города. Города Сегиберта. Какие? Тур и Пуатье. Пуатье – это сердце будущей Франции. То есть, он выполнил то, что от него потребовали, но решил от своего брата и его жены Брунгильда, небось, тоже Фриде Гонда подговорила, забрать компенсацию. Это называется компенсация. А ты бери. И он силой взял эти города. Значит, распря будет продолжена. Братишки. Наталья Ивановна Басовская. В программе «Всё так». Мы вернёмся через пять минут. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Всё так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Всё так. Наталья Ивановна Басовская. Программа «Всё так». Мы говорим о королеве, королеве, королеве Фриде Гонде. Наталья Ивановна, и так братья сцепились. Здесь дикарские королевства раннего средневековья, которое предшествовало будущей национальной истории нескольких государств. Франции, Бельгии, прежде всего, какой-то части германских разобщённых княжеств. А это заря их истории. И пивенейские страны тут замешаны, королевства Вестготов. Это предыстория великой будущей цивилизации западноевропейского региона. Итак, вместо согласия, которое, как бы предполагалось, вира, городами штраф, выплачен за убийство. Хельпелик захватил свои города у Сегиберта. Наверняка Фриде Гонда была очень за. И, значит, разгорелось вместо согласия Распря с новой силой. Она полыхала ещё шесть лет. Сегиберта начал побеждать. Все источники соглашаются. Тогда Фриде Гонда, мы уже знаем, что она должна была сделать, подослала к нему убийцу. Вариации. То ли в лагере они прошли в шатёр Сегиберта. В лагере... Это брат её мужа. Брат её мужа. Родной брат Сегиберта, женатый на сестре убиенной, женатый на Брунгильде. Прошли два раба, два воина, по-разному называют, два человека с кинжалами, очень длинными ножами, притороченными к поясу, были ножи, которые назывались скрама саксой. Все ходили с такими ножами. Поэтому никто особого внимания не обратил. Но, видимо, воины. Рабам-то, наверное, оружие... Скорее воины. И вдруг набросились... Я как бы с посланием. Набросились на Сегиберта. Это, кстати, сразу после победы Сегиберта над Фриде Гондой и Хильпериком. То есть, они праздновали победу, видимо, пришли якобы сдаться, перейти на сторону, принесли какие-то вести. Хильперик осаждён в одном из городов, близ Араса, где Сегиберц решил провозгласить себя королем Франков. Сегиберц считал, что он уже победил. И вот никогда не надо раньше времени провозглашаться. А он настоял на этом. Его уже подняли и объявили, что он победитель Сегиберц. Теперь король всех франков, то есть, всех владений Хильперика, ну, как тут было не убивать, так оно и пойдёт у них дальше. Ужасающая история, конечно. Но именно Фриде Гонда подослала. Ну, считается, да. Пишут, что именно жена короля. Уж как-то по её характеру это. Брунгильда захвачена в плен и заключена в Руане. Вдова. Вдова только что убиенного Сегиберца. Которая поклялась отомстить. И всё это мщение за убийство её сестры там у Хильперика, который то ли сам, то ли через слуг, и болен, потом рыдал, а через 9 дней женился на служанке Фриде Гонде. Там в Руане находилась заодно, кстати, в ссылке, отторгнутая жена Хильперика Авдовера. Вот та самая, которая... Результат интриги, которая ребёночка подержала. Она там находилась в ссылке. И они обе жертвы Фриде Гонды. Возможно, они встречались. Возможно, они общались. И в Руан в 577 году, события всё двигаются уже 70-е годы, прибыл сын Хильперика, от той сосланной королевы Авдоверы. К маме приехал. Повидать маму. Звали его Меровей. Значит, он тёзка, основоположника полулегендарного. И, видимо, наследник. Старший сын. Ну, плохо его дело. Меровей. Сразу плохо. Конечно. Если ты наследник чего-то, в эти времена совсем плохо. Меровей юноша, которому отец Хильперика ещё поручал в ходе продолжающихся междуусобий руководить осадой Пуатье, занятого австразийцами, покойного Сегиберта, то есть он воин. Но Меровей приехал с мирной миссией повидать сынную маму Авдоверу. А встретил заодно тоже сынную Брунгильду. Вдову Сегиберта. Вдову своего дяди, так говоря. Чётушку. Чётушку. И настолько был ею покорён эти дикие, кровавые, кровожадные, ещё и очень любвеобильные. Сентиментальные. Не знаю, наверное, как все злодеи. И их решился обвенчать. Они родственники. Их не надо венчать. Да, на тёте ему. Епископ Руана Претекстат. Вот мы уже его вспомнили. Первый раз появляется. То ли купили, то ли напугали. Я думаю, что Меровей мечта вынул быстренько. Он через 9 лет, правда, будет только убит. Только через 9 лет. Но будет. И вот эта знаменитая картина, которую я упоминала, где Фредегонда без всякого раскаяния говорит, ну, я разберусь, кто это совершил. И вот в пересказе Григория Турского, что говорит Претекстат, умирая от раны, нанесённой ему в церкви. В церкви. То есть Фредегонде ничего не скажет. Но это потом. А сейчас он только венчает. И вот это будет в будущем. Он скажет, кто это совершил, это совершил тот, кто убивает королей. Кто то и дело проливает кровь ни в чём не повинных людей. Кто совершает в этом королевстве всяческие задеяния. Она говорит, я сейчас пришлю тебе лекаря. Ответ, пусть через 9 лет, но всё тоже, всё ясно. Бог уже пожелал призвать меня из этого мира. На картине это, кажется, слышишь слова. А ты зачинщица этих преступлений. И он перстом в неё указывает, будешь проклята в этом мире. И да пошлёт Бог кару на главу твою за мою кровь. Алексей Алексеевич, не послал. Но это потом. А сейчас он венчает. А сейчас он венчает. Он взял и обвинчал этих фактических родственников. Юноша Мировея и молодую, привлекательную вдову Брунгильду взял и обвинчал. Не знаю, что его заставило, но это случилось. Мировей, принц Мировей, стал в глазах отца, своего отца, Хильперика и матери Фредегонды. Молодой матери, мачехи. 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 Говорилось мачехе Фредегонды мятежником, преступником. Отец послал войско против Мировея. Только за то, что он обвинчался. Да. И Мировей, написано всеми, рассказано, современниками, понял, что сейчас его захватят в плен, его войско было слабее, войско отца его окружило, а все равно его прогонят, а скорее всего будут пытать и предадут какой-нибудь страшной казни. Вот странная эпоха. Он совершает поступок римлянина, причем благородного римлянина, приказав своему другу, пересказывается в источнике речь о дружбе, которую он сначала говорит, что такое дружба. Приказывает своему другу заколоть себя мечом. Друг исполняет. Ну, это конец Гая Гракха, например, и так далее. Как все смешалось в этом безумном доме. И он боялся, прежде всего, и там в тексте сказано, что у франков принято поверженного врага подвергать страшным пыткам. Заметим, что он его не пугает, не смягчает для него, что это его родные, близкие люди. Нет, страшные пытки будут. Итак, еще одна смерть одного из сыновей Хильперика. Начиная с 580-го года, можно подумать, что вот она, божья кара-то, приходит, что божья кара настигла Хильперика и Фредегонду. Она выглядела так, эта божья кара. Один за другим в 580-й год у них умерли два сына. Наследником вынужденно становится сын Хильперика. Это их сыновья Фредегонда и Хильперика. Родные. Один за другим Фредегонда теряет двух сыновей. Может, это на самом деле божья кара. А наследником становится сын Хильперика и той самой Авдоверы другой, не мировей, покойной, а по имени Хлодвиг, как основатель династии. Чем могла ответить Фредегонда на признаки божьей кары? Репрессиями. Ну, а как? Она поразительная натура. Она объявила, что Хлодвиг, не ее сын, который теперь будет наследником, виновен в колдовстве. И именно он применил колдовство к ее детям малолетним. Малолетним, которые от этого умерли. Из источников я слышу, что, скорее всего, была некая эпидемия. Раннее Средневековье очень подвержено эпидемическим атакам. Понятия санитарии нет. Медицина условна. Скорее всего, это была эпидемия. Ну, она объявила, что это он наколдовал. Его выслали. И вскоре ссылки нашли мертвым. Случайно? Да. умер. Ну, умер, бывает. Но Фредегонда объявила, что мать его наложницы, этого самого Хлодвига, это она колдовала. Наконец, мол, я нашла, кто. Ее мать, его наложницы, сожгли на костре. Это чуть ли не первое. Это считается первое. Господи, до инквизиции столетия. Во Франции инквизиция, ну, придет она в 13 веке. Еще 800 лет. А вот уже сожжение на костре. И это Фредегонда, наша героиня. Через три года умер еще один ее сын. Фредегонда все время рожает детей. Ну, они там рожали все, там, всегда. И снова нашли колдуньей, которые пытались и добились, что ее крошечный сын опять умер. Применяются страшные пытки, страшные выставки. Но все признаются. Кастер, естественно. Пытки, которые, увы, источники иногда описывают, я описывать не стану. Они чудовищны. Я сказал, что можно почитать, можно почитать и монографию, и Григория Турского, все-таки в конечном счете Фредегонда хочет власти. Ну, да, собственно говоря. Стоящей, не женой короля. И, наконец, в 584 году умер король Хильперик. Сам? Тут разночтение в источниках. Уже не верится, что люди сами умирают вокруг Фредегонда. Разночтение говорит, что его убила Фредегонда вместе с ее любовником придворным Ландерихом. Как в дурном анекдоте история. Хильперик уехал на охоту, но что-то забыл, наверное, мобильник. Шучу. Вернулся, а она уже с любовником. И даже как-то ужасно, он ее сзади как бы слегка приобнял, а она назвала другое имя Ландериха, вот этого самого. Я себе представляю короля. весело. Григорий Турский почему-то считает, что не она убила Хильперика, а большинство другие источники, что, конечно, она вместе с этим любовником, у них нет выхода, на утро пошли и учинили расправу. Григорий Турский в лицах описал расправу как раз тут над предэкстатом смертельно ранен правима в церкви, то есть предэкгонда это какой-то комок злодеяний, убийств. И Божья кара ее то ли настигает, то ли не настигает. У нее появляются новые дети. Она не сдается. Она не падает духом, не впадает в молитвенное какое-нибудь состояние. Удивительная натура... Не раскаивается, не идет в монастырь, ничего. Удивительная натура, но мы, конечно, должны допускать, что времена такие, когда историк-писатель, это же не строгий историк, в строгом смысле слова, он немножко раскрашивает эту историю, он очень много пересказывает того, что люди говорят. Но смотрите, нет такой фигуры больше, как Фредегонда. Эти ужасные королевы франкские, которые действительно, Брунгильда тоже хороша. вот такого комка убийства сыновей своего мужа, убийства жен своего мужа, убийства своего мужа, наемные убийцы к врагам своего мужа и мрут ее дети. А Гриппина-младшая сестра Калигула и мать Нерона. Все равно, но сравните, количество коронованных особ. Эти диковатые, они же все-таки варвары. Но даже посреди этих варваров неописывается. Вот тот самый Григорий Турский, мы же начали говорить, он тоже попал под охоту на ведьм, скажем так, и он должен был оправдываться в епископском соборе. Ему чудом удалось. Чудом удалось. Ну, видимо, был образован и убедительный. Очень образован, очень умен. Думаю, еще римский папа там ему помог, прикрыл его слегка. А у других такого не было. Все-таки именно... Придекаста просто ножом в церкви. Прямо ножом смертельно ранили. Дальше уже чего искать от ступенца. Поэтому вот наша девушка становится королевой при малолетнем сыне своем. Все-таки один. Ради чего все она делала? Вот это от служанки, да, и столько трупов. Тут и становится понятно, ради чего она все это делала. Ради власти. После смерти Хильперика все становится очевидным. Фредегонда отстаивает права на наследование младенца-сына четырех месяцев. Да-да. Только-только. Идеал идеал злобных властолюбивых натур это или младенец, или душевно больной на троне. Это символ есть. Корона на голове, а власть в руках у этой женщины. В истории Франции это будет Карл Шестой безумный. это будет не раз. Будет не раз. И будет младенец Генрих Шестой несчастный, который будет младенцем обладателем двух корон. И английская, и французская. Это же безумие. Она вот к этому стремилась. Итак, четыре месяца. Сначала регентом был провозглашен еще один брат Хильперика Гунтрам. Тот самый, который собирал народные вещи, чтобы помирить своих братьев. Он как-то, кажется, вы правы, несколько отличается. Да, эти двое друг друга, соответственно, ну, то есть, Сегиберта там она, а потом Хильперика тоже она. Просто режут друг друга, а этот немножко другой. И пытался к суду какому-то прибегнуть, и прибыл, чтобы, очень наивно пишут в источниках, прибыл к Фредегонде, чтобы ему показали этого младенца четырехмесячного, и он признал его законным. На каком основании? Трудно сказать. Ну, признал. Брат признал. Но сначала регентом он побыл некоторое время, но после него уже только Фредегонда. Как ушел из жизни Гунтрам, не знаю. Он исчезает из упоминаний. Перестали о нем писать, что тоже весьма и весьма подожительный. Странно, потому что он регент объединенного королевства. Конечно. А Брунгильда тоже не дремала. Она же сбежала с подстражей. Это распоря неостановимо. И не зря она дала такие сюжеты в средневековой истории, в позднесредневековой, в новое время для оперы спектаклей, потому что она красочно невероятна. Фредегонда воевала до конца жизни. Конец жизни наступил в 597 году. Значит, ей примерно 61, ну так примерно, за 60, немало. И воевала до конца жизни. Уже против Кильдебера II, сына Брунгильды, а потом и его сыновей. То есть эта кровная вражда, она бездонна, она совершенно безнадежна. Очень ссорилась при этом еще и с дочерью. Экзотическая такая история. Ригунда, попали сведения об одной ее дочери, Ригунде. Дочерей вообще не жаловали, если они себя не вели, как Фредегонда, вообще их не упоминали. Вот Ригунда попробовала вести себя, все-таки мама Фредегонда, она сказала, я, мамочка Фредегонде, принцесса, а ты из служанок. Я от королевы, то есть меня родила Фредегонда уже королева, а ты из служанок. Ну, как такое пережить? Они очень ссорились, очень кричали, обвиняли друг друга, грозили смертью. И однажды Фредегонда едва не отрубила голову своей дочери Ригунде крышкой тяжелого сундука. Пригласила ее посмотреть на сокровища дочь, которые ей достанутся от матери, женские украшения прежде всего. Ну, какая женщина не пойдет в любую эпоху, не пойдет смотреть какие там украшения. И она держала, держала эту крышку сама Фредегонда, потом сказала, ой, я что-то устала, ну-ка заглядывай сама, вынимай. И когда Ригунда нагнулась над этим сундуком, Фредегонда грохнула ей на голову, на шею эту крышку. Какие-то сюжеты западноевропейских сказок тут тоже проступают. Очень много из этой красочно-мрачной эпохи. Описывали современники все-таки, это не потом придуманная история. А потом сказки из этого делали. Видимо, слухи из королевского дворца, все эти сервы, служанки, говорили своим, свой интернет. На кухне, да, на кухне. Они друг другу рассказывают сплетни. Сколько слуг, столько врагов, говорил Сенека, но еще и столько источников информации. Это ясно. И вот служанка закричала и якобы успела громко позвать на помощь. Служанка увидела, закричала, сбежали слуги и Ригунда осталась жива. Ну, бывает даже без свидетелей, даже собственных сыновей и дочерей. Желательно без свидетелей. И не дать им время позвать на помощь. А здесь она позвала Сенека. Видимо, уже устала, постарела. Раньше у нее убийства получались тише и лучше. Наверное, и злодеи устают. Ну, это вряд ли. Умерла в собственной постели. Вот это удивительная история. Вот сколько их резали, сколько она резала, сколько народ из ее семьи на поле битвы, в собственной постели, на удушенные или заколотые кинжалом. Это злодейка и злодеек. Вот лично ее не настигла Божья кара. Потому что мысли о том, что через смерть детей я ее не принимаю совершенно. Потому что если Господь христианская вера, конфессия, Он всевлагой, всепрощающий, Он не может мстить через детей. Он не может карать детей. А вот ее не покарал. Видимо, есть какие-то высшие соображения, которые позволили ей умереть в собственной постели. Сохранился могильный камень в Париже, в Сен-Дени. Еще до революции ее могила или саркофаг, если угодно, он был. Но потом во время революции все это разнесли, естественно, революционер все выкинули и сохранился саркофаг в Сен-Дени, там, где могилы французских королей. Этот камень с изображением ее части фигуры, поясной, типа, поясной портрет женщина, условная женская фигура, королева, королева, покрывала королевская. Вы, наверное, припоминаете, как это выглядит. Я был там, да. Но, вы знаете, что меня больше всего поражает в этой истории, что ее сын унаследовал ее характерец, который стал королем, Хлатарь II, он догнал уже за порогом смерти ее соперницу, королеву Брунгильду, ту самую. Она не умерла, а в собственной постели. Брунгильда. Брунгильда кончила жизнь страшно, чудовищно. И опять, опять необъяснимо, почему именно Брунгильда. Ну, известно, что ее австразию... 87-летнюю королеву. Очень старую женщину, австразийцы, которые тоже... Сен-Фредегонда. Сен-Фредегонда. И публика успели возненавидеть за распри. За распри. Люди устали... Разорвали лошадьми. И ее приказали разорвать. Лошадьми. То есть, кровавая история имела кровавое продолжение. И самое удивительное, что, вот не можем сказать, вот видите, как ее жизнь наказала нашу Фредегонду, наказала почему-то Брунгильду. Да. А Фредегонда осталась и в культуре, между прочим, да, в культуре все-таки злодейкой номер один. Его наши любимые агрепины не догоняют. Материал для Шекспира вполне пригодный. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы «Все так». Программа «Цена победы». Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков. И Виталий Дымарский. И я Виталий Дымарский, да. Сегодня у нас такая необычная программа. Мы сегодня работаем по связи. Надеюсь, что она нас не подведет. А на том конце провода, как у нас принято.